Прокатывание Очень важно от того, как ты настроишься на соревнования, потому что, например, первый сезон с четверными, были моменты, когда очень хорошо все отработано на тренировках, все стабильно получается, выхожу на старт, и все равно нервы, какие-то сомнения и падаю из прыжка. Дальше становишься как-то более увереннее в себе, и у меня было такое, что, например, перед этапом в Сызрани многие видели, что на тренировках совсем не все получалось, а в прокате, наоборот, собираешься и показываешь свою самую лучшую попытку. Поэтому, конечно, четверной прыжок, он такой вот, очень важный в какой-то форме. Продолжение следует... Наверное, я очень расстроена от того, что совершила очень грубую ошибку. Даже не вкрутилась в этот Риттбергер из-за ошибки на ОЦ, и, видимо, из-за этого даже не хочется как-то разбирать это, хочется реабилитироваться завтра, и все. Риттбергер Риттбергер Остаток вчерашнего дня, наверное, был очень тяжелый для меня, потому что я пыталась избавиться полностью от мысли о прокате. Но все равно, как только я об этом забывала, что-то мне напоминало, и мне снова казалось, что это трагедия, конец света, что все рухнуло, как я могла, хотелось пойти переделать. Поэтому, наверное, настроиться на сегодняшний прокат было еще тяжелее, потому что было какое-то ощущение, что я не справилась уже, что подвела. Но потом я постаралась понять, что это только короткая программа, и за счет произвольной я могу хотя бы перед собой себе доказать, что эти соревнования не прошли впустую. Плюс этого проката в том, что я намного увереннее была в четверном флипе, и Табури не просто собралась на эту попытку и сделала целенаправленно, очень уверенно шла к нему подготовка на 6 минут на разминке, и в прокате также уверенно, без лишних переживаний сделала его, буду раскатывать новые коньки сразу после этих соревнований, потому что к этим соревнованиям они уже так доживали, как могли. Конечно, очень на самом деле много моментов, над которыми работать, и это не банальные слова, а действительно в моих прокатах видны еще недоработки большие с моей стороны, которых бы я не хотела допускать на соревнованиях. Все-таки прокат такой получился тренировочный, хотелось бы на стартах более уверенный набор показывать. В «Хрустальном» за это время я пыталась также наработать более сложный набор в программе, поэтому из-за того, что я пыталась усложниться, мы меняли набор, то так, то этак, пытались ставить лутс. В последний момент буквально решили, что лучше я проеду с одним флипом, как и в прошлый раз, но для меня лично это был такой тоже тяжелый момент, потому что всегда, когда ты что-то сделал на предыдущем соревновании, тебе тяжело выходить с тем же набором, потому что ты понимаешь, что если ты сделал это в прошлый раз, то в этот раз это должно быть еще лучше, нет права на ошибку. Я, например, понимала, что в прошлый раз у меня был один флип, и я была рада, что сделала, а в этот раз это уже как моя обязанность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok